Привет, красотка! И на повестке дня у нас очень необычная тема. Как вы поняли по названию, сегодня я вместе с вами буду тестировать 5 разных эко-бьюти штук. Ну, одна не совсем бьюти, ну ладно. Что это вообще такое? Я думаю, каждый из нас хоть немножечко, хоть в каком-то проявлении, слышал о такой концепции как Zero Waste, что в переводе означает ноль отходов. То есть, переход на такой образ жизни, при котором ты максимально уменьшаешь свой экологический след. Сразу скажу, что я в этой теме первопроходец, абсолютно новичок. И, возможно, поэтому это будет интересно, что мы вместе с вами будем знакомиться с какими-то интересными штуками, внедрять новые привычки. Например, у меня всего как год закреплена привычка с собой всегда в магазин носить мешочки для взвешивания фруктов и овощей, носить свою сумку, чтобы не покупать пакеты, покупать кофе с собой в стаканчиках. И я подумала, почему бы не транслировать это все еще и на моем канале, не делиться с вами моим опытом. Сегодня мы познакомимся с интересными экологичными альтернативами привычных нам средств или привычных нам вещей. И такой приятный бонус, который будет мотивировать вас смотреть это видео до конца. В конце видео я разыграю весь набор эко-бьюти штучек, о которых я расскажу сегодня. Поэтому стоит досмотреть. Погнали! И первая пара, о которой я буду говорить. Почему пара? Потому что вот это, это ватные диски, привычная нам абсолютно вещь, каждый день используем. А вот экологичная альтернатива, это многоразовые диски, есть еще пафы. Вот так выглядят пафы для снятия макияжа. Проблема ватных дисков заключается в том, что, во-первых, они продаются в пластиковой упаковке. А пластик, как мы все знаем, разлагается сотни лет, а то и вообще не разлагается, да, в неблагоприятных условиях. Более того, это одноразовая вещь, то есть каждый день уходят в мусорку куча-куча ватных дисков. По моему личному опыту, это очень крутая штука, приятно снимать ею макияж. Тут же можно помыть, простернуть 3 секунды с мылом и повесить на батарею. Мой лайфхак личный, как раз-таки, потому что мне лень стирать каждый раз, и это откладывается на завтра, и это чревато тем, что я опять перейду на одноразовые диски. Я покупаю сразу же много вот таких многоразовых дисков, чтобы они у меня вот так вот с топочкой чистыми всегда лежали, чтобы их хватало, например, на 7 дней, и раз в неделю я их все закидываю в стирку, сушатся они моментально и заново попадают в отсек свой. Конечно, продаются они не в пластиковой упаковке, чаще всего они просто перевязаны ниточками. Они бывают разные расцветки, бывают розовые, бывают бежевые, бывают белые. Сейчас их найти несложно, я их заказываю на Fofresh, и не менее приятно то, что это выходит в долгосрочной перспективе даже дешевле. И еще классно, важно их брать с собой в путешествие, потому что ты взял всего лишь 6 штук, тебе не нужно брать большую пачку, и по прибытию туда, куда ты едешь, тебе тоже не нужно нигде искать ватные диски. У тебя просто есть всегда свой запас, ты их постирал, на утро они уже сухие, и используй дальше. Вторая наша бьюти-пара будет выглядеть вот так. Да, сегодня мы будем задевать такие деликатные темы между нами девочками. За год каждая женщина использует в среднем 200 прокладок или тампонов, а за свою жизнь более 6 тысяч. Так вот, девочки, перед вами, наверное, одна из самых неэкологичных вещей в мире. Во-первых, это производство хлопка, которое требует больших затрат воды. Во-вторых, на 90% прокладка состоит из пластика. То, что с точки зрения экологии, это полный швах, мы уже поняли, но не менее важно, что прокладки, использование прокладок вредит здоровью женщины. Во-первых, при их использовании создается парниковый эффект в тех зонах, где этого вообще не нужно. Во-вторых, многие прокладки отбеливаются химией, хлорсодержащими веществами, что может вызвать аллергию. Ну и в-третьих, это немалые траты, потому что раз в месяц на протяжении 3-10 дней, у всех по-разному, по несколько прокладок в день, и это все нормально так вылетает в копеечку. Поэтому, девочки, вашему вниманию я представляю вот такую штуковину. Немножко неловко говорить об этом на канале, но мне кажется, надо, надо просвещаться и надо просвещать, поэтому, девочки, принимайте контент. Менструальная чаша... О, боже мой. Менструальная чаша это альтернатива тампонам и прокладкам. Многоразовая, используется до 5, а то и до 10 лет. Она вводится как тампон, собирает все выделения, затем моется и используется заново. Прямо сейчас я не нуждаюсь в использовании подобных штук и прокладок тоже, то есть я имею в виду, что у меня нет сейчас менструации, потому что я на грудном скармливании. Точнее, Ева на грудном скармливании, я кормлю, и менструации нет. Но ради этого видео я попробовала воспользоваться, и я вам скажу, что с первого раза это, конечно, немножко сложно. Но если приноровиться, то вполне даже ок, нужно выбрать свою для себя удобную, комфортную чашу. Есть разные размеры. У меня, например, гигиеническая чаша размера L, потому что я рожала, рожала естественным путем. Здесь так и написано, для женщин после 25 лет или для женщин, рожавших естественным путем. Есть менструальные чаши для девственности до 18 лет, не рожавших, рожавших. Короче говоря, их великое множество, и потихонечку на российский рынок они выходят. Интересно, что в Европе уже во всех аптеках можно встретить менструальные чаши. У нас это пока что в новиночку, но ничего, вот мы просвещаемся. Большинство отзывов, которые я читала, были какие-то просто восхваляющие эту чудо-вещь о том, как я жила вообще до появления менструальной чаши, и что это невероятно удобная вещь, что она абсолютно не чувствуется. Но есть небольшой процент людей, которым, скорее всего, никогда это не подойдет, просто в силу каких-то особенностей, привычек. Просто некомфортно, не хочется пробовать, и окей, это тоже имеет место быть. Я эту чашу тоже заказала на ForFresh. К моей чаше прилагалась вот такая инструкция. Здесь много мелкого текста, но все настолько понятно, настолько четко, что я даже не знаю, имеет ли это смысл пересказывать вам видео. Это просто достаточно прочитать и попробовать на себе, потому что никакие рассказы, никакие пересказы особо не помогут. Но, скажу честно, мне никогда не было комфортно использование прокладок, поэтому я чувствую, что мне будет это очень спасать жизнь, когда придет время. И если вы думаете, что это все на эту тему, то нет, девочки, потому что вы еще не видели вот такого изобретения. Что же это? Это, девочки, многоразовая прокладка. Да, и такое бывает. Собственно, это почти точно такая же история, как и с многоразовыми ватными дисками, то есть дисками для снятия макияжа. Сейчас у меня в руках многоразовые прокладки как бы ежедневки, то есть они тоненькие, они безумно мягкие, очень приятные. Но они именно для ежедневного использования, для необильных выделений, но есть самые разные. Их точно так же нужно просто стирать при определенной температуре. Конечно же, так как это все натуральные материалы, они не вызывают аллергии, не вызывают раздражения. Кому-то вот этим вот заниматься просто не захочется, и будет неприятно, неудобно, странно. Поэтому есть вот такая еще альтернатива. Конечно же, так же экономит ваше средство. Купили вы разом 6 штук, постоянно их стираете и используете в течение нескольких лет. Супер! Следующая наша бьюти-пара это обычный шампунь. И, внимание, твердый шампунь. Ничего не имею против L'Oreal Professional Paris. Просто он здесь играет роль примера обычного шампуня, к которому мы привыкли. Вот в такой тубе, пластиковый, конечно же. Жидкий формат. Я отсидела ногу. Это очень неприятное чувство. Каждый раз я не понимаю, зачем я это делаю. Сажусь в какую-то непонятную позу, а потом просто не чувствую ноги своей. Твердый шампунь, девочки, вы не ослышались. Это вот такой брусок, кусок, похожий на мыло. Это концентрированный твердый продукт, в котором нет воды. Состоит он из пенообразующих веществ, растительных экстрактов, эфирных масел, гидролатов. И использовать его очень просто. При контакте с водой он начинает мылиться, пениться, как обычное мыло. И вы сначала бруском намыливаете свои руки, образуется пена, и затем эту пену вы наносите на волосы. Можно это сразу же делать на мокрые волосы, но это немножко сложно. Твердым куском вводить по голове. Суть в том, что, конечно же, это экологичнее, потому что, как минимум, туба ее нет. Туба обычно в шампунях пластиковая. Твердые же шампуни иногда вообще продаются без упаковки, просто так в бумажке завернутые. Иногда в какой-то стеклянной штучке, жестяной баночке. Во-вторых, используется твердый шампунь в разы дольше. В-третьих, конечно же, опять эта экономия в цене. И очень удобно брать с собой в путешествие. Ничего не разольется в ваши вещи, занимает очень мало места. И хватит точно на всю поездку еще вернете в этот кусок с собой домой. А мы идем дальше. Следующая бьюти-пара – это маски для лица. И со стороны неэкологичной у нас выступает вот такая тканевая одноразовая маска. Я ничего не имею против оберлик. Это просто пример. Но чаще всего маски именно в таких упаковках продают. Микроволокна, которые содержатся в этой ткани, могут разлагаться сотни лет. И то в благоприятных условиях. Но что еще хуже – это упаковка, которая представляет собой комбинацию алюминия и того же пластика, которые не подлежат вторичной обработке. Поэтому в лучшем случае все отходы попадают на свалку, где в результате длительного разложения они выделяют метан. А метан – это что? Глобальное потепление, непредсказуемые погодные условия, которые влияют на целые экосистемы. Вот такой радужный финал. Наиболее экологичным вариантом будет использование многоразовых масок, которые продаются вот в таких тубах. И желательно, чтобы эти тубы тоже подходили для переработки. Иначе смысла в этом вообще тогда нет. Вот у Ефрашена, сколько я знаю, все тубы, они там или из переработанного уже материала, или подлежат переработке. В общем, они такие вот экофрендли. И самый экологичный вариант будет, если эта маска будет впитывающая. То есть это не та маска, которую нужно будет смывать, а это значит все вот эти вот составы попадают в воду, потом они попадают в океан. А чтобы был такой состав, ухаживающий, увлажняющий, сильно питательный, который вы можете оставить на своей коже. Такие маски есть. Вот у Ефрашена тоже такая маска есть. Ты наносишь ее легким слоем и можешь оставлять на ночь. Это как будет глубоко питательный крем. Раз в неделю и супер. Не нужны никакие тканевые маски. И заключительная пятая пара на сегодня выглядит вот таким образом. По левую сторону ринга у нас пищевая пленка. Очень часто используемая среди всех домохозяек. В каждом доме почти есть пищевая пленка, либо альтернатива этому еще полиэтиленовые пакеты. Со стороны эко у нас выступают салфетки с пчелиным воском. И вот что-что, вот это для меня вообще новинка. Как использовать чаще всего пищевую пленку дома? Например, отрезали авокадо напополам. Половинку съели, половину нужно убрать в холодильник. Чтобы не заветривалось авокадо, нужно его обернуть пищевой пленкой или фольгой, или чем-нибудь. Полиэтиленовые пакеты с временем распадаются на микропластик, которые являются смертонозным соблазном для рыб, животных, птиц. Поэтому познакомимся с салфетками с пчелиным воском. Вот так она выглядит. Под температурой рук она приобретает нужную форму. То есть, например, если вам нужно обернуть авокадо, она легко с этим справится. Использовать ее можно до одного года. И легко смывается водой, просушивается и используется снова. У нее экологичный состав. Это хлопковая ткань, пропитанная специальным составом из воска, древесной смолы с натуральными маслами. Продаются такие салфетки в разных размерах. У меня это, например, размер S. 6 салфеток 18 см на 18 см. На какой-нибудь маленький кусочек пищи, либо на маленькую тарелочку. Денис вчера подсказал мне еще более простой вариант. И на самом деле, так мы и делаем дома, и делали всегда. Это использование контейнеров. У нас есть дома разных размеров стеклянные контейнеры, которые прослужат нам ого-го, как долго. И любая пища, которая у нас остается, например, мы приготовили много риса, не доели. Мы просто перекладываем в стеклянный контейнер, закрываем крышкой и храним в холодильнике. Но я посчитала нужным и важным включить пищевую пленку, потому что, оказывается, многие используют ее дома. Многие домохозяйки без нее прям вообще не могут. Для меня эта тема, повторюсь, новая. Поэтому я не очень уверенно себя чувствую, но считаю важным делиться с вами тем, что уже обнаружила для себя. Вас попрошу обязательно делиться в комментариях, делаете ли вы какие-то шажочки навстречу к минимальному потреблению и к защите нашей природы матушки. В моем случае, я признаюсь честно, эта тема меня трогала только на окружающем мире в школе, потому что были какие-то там проекты. Мне нужно было что-то сдать, я приготовила материал, сдала и все. То есть сама лично я никаких мер, никаких шагов в эко-сторону вообще не предпринимала. И только буквально последние пару лет я задумалась об этом, задумалась о том, что происходит за пределами моей мусорки. В этой теме, как и во многих других, на самом деле, самое главное двигаться по чуть-чуть и без фанатизма. Потому что на самом деле это такой голод, который нельзя утолить. Это тема, которая не имеет дна. И эта тема может быть вечно обсуждаемая и вечно можно спорить на тему того, что экологично, что не экологично. И что я могу сделать? Могу попросить вас, чтобы вы ни в коем случае не винили, не корили себя за не экологичные поступки и наоборот подбадривали и хвалили всегда за экологичные поступки. Только так маленькими шажками можно действительно что-то изменить. И то же самое по отношению к другим людям. Например, вот я сейчас поделилась тем, что я делаю, тем, что я для себя пробую. Но это не означает, что я сразу же во всех проявлениях своей жизни смогу все поменять. Нет, так не работает. Поэтому здесь без крайности. Если у вас есть вот энтузиазм, есть желание, есть энергия на изменение какой-то привычки, делайте это, хвалите себя за это. Ждите, пока это закрепится в вашей жизни. И если это уже окей, если это для вас работает, если это круто, идите дальше. Для меня, например, цель номер один на ближайший год, на 2021 год, это разобраться с сортировкой мусора и начать сортировать мусор дома и сдавать его в переработку. То есть разобраться со всеми этими обозначениями пластика, крышечек, бумаги, стекла, всего-всего. Это большая тема, это большое изменение. Я понимаю, что это первое время будет влиять на мою жизнь, прямо, вот прямо очень сильно влиять. Потому что сейчас я не задумываясь кидаю в ведро мусорное все, что попало. Кожура из-под банана, пластиковая упаковка. И вот с каждым днем у меня все больше и больше, я чувствую энергии на это, все больше энтузиазма. И вот из такого состояния менять свои привычки это хорошо. Да, то есть когда есть внутренний настрой, есть порыв. Это все, что я хотела сказать. И, конечно же, обещанный розыгрыш. Все, о чем я сегодня говорила, а именно многоразовые ватные диски, твердый шампунь, менструальная чаша, многоразовые прокладки, многоразовая маска для лица и восковые салфетки. Все это поместится в многоразовую сумку и отправится к одной из вас. Из условий ничего нового нужно быть подписан на мой инстаграм, нужно быть подписан на меня на ютубе и написать комментарий под этим видео. Обязательно оставьте свой ник инстаграма, чтобы я могла с вами связаться. И все, ждите результатов в сториз. Ну, а я очень надеюсь, что это видео было вам полезно, интересно. Давайте маленькими шажочками менять свои привычки в лучшую сторону. Всех обнимаю, целую. И уроди чаще. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok